Молитва Ава Мария одна из самых известных молитв во всем мире. Эта молитва переведена на огромное количество языков. А самые потрясающие мелодии Ава Мария связаны с очень необыкновенными историями, о которых я вам сегодня и расскажу. И перед тем, как начнется это видео, хочу всем порекомендовать стать спонсорами нашего канала. Тем самым вы поможете делать нам более качественные и интересные видео. Также не забывайте подписываться на этот канал. Здесь вас ждет очень большое количество интересных видео. У всех на слуху известны три произведения Ава Мария. Это Ава Мария Баха Гуно. Ава Мария Шуберта. И Ава Мария Качини Вавилова. И начнем мы с Ава Мария Баха Гуно. Один из самых известных и фундаментальных трудов Баха – это двухтомный, хорошо темперированный клавир. Прелюдии и фуги из него музыканты играют с детства и всю жизнь. Самая первая прелюдия, которая открывает весь цикл, кажется по звучанию очень простым наигрышем. Но это не так. На второй и уже последующий взгляды так не кажется. Эта прелюдия просто завораживает. И вот через полтора столетия французский композитор Шарль Гуно, который известен Пауэпери Фауст, И его «Люди гибнут за металл». И вот через полтора столетия французский композитор Шарль Гуно написал мелодию к этой прелюдии. Он просто наложил баховскую музыкальную ткань на свою мелодию. И музыка зажила своей жизнью. Сейчас эта композиция является одной из самых популярных в мире. И сейчас, если ее поют, они исполняют на музыкальных инструментах, то поют именно латинский текст. Очень интересно ее исполняет Бобби Макферин. Он поет ее прямо с залом. Это звучит очень красиво и необычно. Конечно же, это произведение очень часто поют в хоре. Когда это произведение поет хор, то сердце просто останавливается и замирает. И ты понимаешь, насколько прекрасна музыка и насколько прекрасен человеческий голос. Конечно же, это произведение очень часто поют на шоу талантов. И вот, когда я услышала это исполнение, я была просто шокирована. Послушайте, как это невероятно красиво звучит. Конечно же, все судьи тоже были в восторге от такого исполнения. Такие моменты хочется просто плакать, ведь тебя переполняет эмоции. Но я думаю, все из вас слышали также Ава-Марию, которая была написана Шубертом. Это не менее известная и не менее гениальная песня. Но самое интересное то, что с молитвой эта композиция вообще никак не связана. Изначально эта песня называлась «Третья песня Эллен». И написал ее Шуберт на текст Вальтера Скотта. У Вальтера Скотта было такое произведение «Дева озера». И вот его перевели на немецкий язык. И Шуберт захотел этим воспользоваться. Он хотел, чтобы его произведения исполняли и на немецком, и на английском языках. Шуберт был очень беден. Он надеялся, что если он напишет композицию на этот текст, то он станет знаменитым. Вы не представляете, но так и произошло. Шуберт написал эту композицию, стал ее везде исполнять, ездить с концертами. У него появились деньги, и он выбрался из нищеты. Он даже купил себе рояль, и все говорили, что родился новый Бетховен. Но вот незадача. Шуберт стал известным. И через несколько месяцев после своего триумфа, казалось бы, жизнь у него налаживается, он заболел тифом и умер. Вы представляете, какая печальная история у этой композиции? Самое интересное то, что, к сожалению, Шуберт даже не знает, насколько его версия «Ава Мария» стала популярной, и какое количество великолепных артистов ее исполняет по всему миру. Кстати, есть даже версия «Ава Марии» Шуберта на русском языке. И вот как звучит несколько строк. «Ава Мария, ночь пришла, Измучены мы тяжким горем, И ложем служит нам скала Над этим вечным бурным морем». Мне очень понравилось, как это произведение исполняет Робертина Лоретти. Слушайте, ну это просто что-то с чем-то. У него неземной голос. Вот этот ребенок поет эту композицию так, что ты слышишь в ней трепет и надежду. И совершенно в голове не укладывается, что эта композиция вообще никак не связана с молитвой. Как Робертина Лоретти поет. Действительно, такие голоса встречаются один раз в столетие. Также интересный факт. Эту композицию исполнял также Дима Билан. Конечно, исполнение у него было более эстрадным. В принципе, для телевизионной программы он спел нормально. Но, как мне кажется, здесь должно звучать именно оперное пение. И пение Билана не совсем здесь уместно. А вы со мной согласны или нет? Пожалуйста, напишите в комментариях, вам понравилось, как эту композицию исполнил Дима Билан или нет. И вот примером такого оперного пения является исполнение Лучаа на повороте. Это просто неземное блаженство. Когда Повороте поет, рядом с ним все меркнет, все проблемы кажутся незначительными. И остается только его голос. Нежность, мощь, надежда. Все есть в этом голосе. Когда я слушаю это пение, вообще мне кажется, что это просто что-то неземное. Это настолько прекрасно звучит, что у меня прям вот сердце замирает. Такое исполнение трогает до глубины души. А когда с ним вступает хор, то просто у меня не хватает слов, чтобы описать свои эмоции. Такое ощущение, что это просто ангельская песня, и все это поистине звучит волшебно. Но самая загадочная история связана со следующей Ава-Марии. Это произведение появилось в 1970 году. И многие приписывают ее авторство малоизвестному итальянскому композитору Джулио Качини. Понадобилось несколько десятилетий изысканий энтузиастов, а также профессиональные экспертизы, чтобы доказать, что не Качини является автором этого произведения. Автором этого произведения является советский композитор и лютнист Вавилов. Он был обычным парнем из работающей семьи. Он прошел Великую Отечественную войну и всю жизнь посвятил музыке. И вот какая история связана с этой песней. В 1970 году была издана пластинка фирмой Мелодия. Пластинка называлась Людневая музыка 16-17 веков. Там есть несколько известных сейчас на весь мир мелодий, например, Город Золотой или Ричеркан Негрина, а также другие. И вот там, на этой пластинке была написана Ава Мария и авторство было неизвестно. Пластинка разошлась мгновенно. Эту композицию стали исполнять во всем мире и только потом выяснилось, что именно Вавилов является автором этой композиции. Конечно же, у Вавилова были причины, чтобы не указывать свое авторство. Вы только представьте, в 60-х годах Вавилов выпускает композицию, написанную на молитву, что бы с ним было. Именно поэтому Вавилов и скрыл свое авторство. К сожалению, Вавилов так и не узнал, что его произведение стало известно на весь мир. Вот эту композицию Вавилова исполняет Андрея Бачель. Он исполняет ее настолько проникновенно и трогательно, что замирает сердце. Какой у него голос, у него действительно талант от Бога, у него прекрасные вокальные данные, прекрасный тембр и как он все это поет. Также мне очень понравилось, как эту композицию исполнил Димаш Кудоберкин, но он исполнил ее в новом прочтении. Многие говорят, что эту композицию пел не Димаш, а Ангел. Я действительно с ними согласна. Вот это новое прочтение очень подходит Димашу и оно наравне с оригиналом. Димаш прекрасно исполнил этот вокалист, включил туда всевозможные вокальные техники, а также показал супер-высокие космические ноты. Вы только послушайте, как идеально он ее исполнил. Также мне очень понравилось, как эту композицию спела 11-летняя девочка Виктория Аганесян. Вы представляете, ей всего 11 лет, а какой у нее шикарный голос, какой у нее талант. Вообще мне очень импонирует, когда дети поют такие серьезные музыкальные произведения, в особенности, когда они их исполняют так хорошо, как эта девочка. Также это знаменитое произведение исполняла Елена Образцова. Вы только послушайте, как она профессионально поет и какой у нее восхитительная вибрато. Вот такие три совершенно разные Ава-Марии, но каждая прекрасна сама по себе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а какая Ава-Мария вам нравится больше всего и почему. А также напишите в комментариях, чье исполнение Ава-Марии вам понравилось больше всего и почему. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Вот такие истории композиции Ава-Марии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии, а также обязательно подписывайтесь на этот канал и до скорой встречи.